Всем привет, ребят! Сейчас будем прибивать доску повыше. Это для того, чтобы маман не вылез. Вы сейчас все поймете. Я думаю, вы поняли и так название, для чего это нужно. Но так как в скумбре девка гончая, больше похоже на газель, чем на свинью. Поэтому при малейшем писке поросенка, она как-то газель перепрыгнет через ту оградку, в которой сидит. Она длинная, высокая и совершенно худая. То есть у нее силы настолько много, что она перепрыгнет и наделает мне тут делов. А мне сейчас нужно отсадить от нее поросят. Сама процедура... Да уж уж такое подавился поросенок. Сама процедура будет очень легкая и быстрая. Вы сейчас все поймете. Ну а пока нужно прикрутить доску. Я вот тут себе все наготовил. Сейчас к ней залезу. Да, красавица? Можно к тебе залезть? А детки-то ничего не подозревают, да? Ничего не подозревают. Скумбрии насыпал корма, чуть-чуть налил воды, граммулечку, потому что так как забираю у нее поросят, то нужно, чтобы у нее перегорело вымя. Во время того, пока будет перегорать вымя, она должна кушать мало и пить мало, чтобы не было маститой отечности. Ну там вымя, конечно, не такое большое, поэтому рыбий жир и никакой сыворотки, хотя мне только что тетя Нина дала два ведра сыворотки, разлил всем, кроме нее. Она вот тут стоит, как это... как попрошайка, все попрошайничает. То мне дай, то мне дай. Не получит ничего на самом деле. Ну вот так. Вот у меня здесь саморезы. Перегнать поросят. Вы сейчас немножко поулыбайтесь вместе со мной. Я придумал самую простую процедуру перегнать поросят. Вы сейчас это все поймете. Ну, чтобы маман не вылазила с загончика, сделаем вот так. Нормально, я думаю, да? Вот такие дела. Так, поросятки мне тут ноги облизывают. Я вам, в основном, некуда прицепить телефон, но я вам это пока показать не могу. Вот так. не лезь. Все, скумбрия. Детки съезжают. Вы мне говорили оставить поросят в этом загончике. Здесь очень высокая корыта. Ну, вообще, хоть оно и не пригодится, но даже если бы они здесь остались, я принесу завтра бункерную кормушку, привезу. Она очень большая. Не знаю, как у меня это получится. Да не грязи, тем не лавки. Кружочком встали и все облизывают. Блин, сейчас бы дотянуться до телефона, я вам сейчас это покажу. Оп! Смотрите, какие лопатушки. Во! Им прям нравится и черненький кабанчик. Во! Тоже молодец, работает, да? Работяшки тут все такие. И свинота. Поросятки очень крупные. Сегодня их взвешивать не буду. Вам завтра их взвешу. Вы просили их взвесить, когда буду отлучать. Но сейчас очень поздно. Я уже не хочу это делать. Думаю, просто отсажу. Потому что, на самом деле, смотрите, они родились 10-го. Сегодня 24-го. Им полтора месяца. Они уже очень долго задержались у маман. Поэтому их срочно нужно отсаживать. Ой, секундочку, ребятки, извините. Вот так. Так что, сейчас мы этим и займемся. Тихо. Вот. Думаю, хоть она и газель, такую высоту она не возьмет. Вот. В дальнейшем эта доска будет откручена. То есть это на вот это первое время, пока от нее поросята отвыкнут. Даже если бы я их посадил куда-то в другой станок, они через определенный промежуток времени начали бы проситься к ней, чтобы попросить молока. И начали бы верещать. И она бы сошла с ума. Потому что она девка истеричка. И у нее нервы не на месте. Все. Я думаю, через такую высоту она не вылезет. Я сейчас еще прикручу вот там доску такую же. Потому что она может полезть и к той свинке во время того, как начнут кричать поросята. А это ненормально. Так. Все. И еще забью дверь. Не забью, а закручу. На ночь просто, чтобы поросятки от нее отвыкли. Четыре. Так. Полезешь к соседней маман? Не полезешь? Вот доску еще одну. Замуровали демоны, да? Скумбия. Не будешь вылазить больше? Вот так. Вот так. И вот этой, ребят, еще Вот этой доской Прикручу вот так Когда уже сейчас перегоню Сейчас посмотрите Вот так замуруем ее Полностью прикручу Чтобы у нее не было возможности Сбежать вот так Потому что доска 30-ка Не такая уж и крепкая Если свиноматка перепугана То, мне кажется, она никаких преград не видит Так что Вот так Ну, а сейчас давайте перегоним поросат Сейчас вы будете улыбаться вместе со мной Потому что это все классно Я придумал Не знаю, будет вам видно или нет Сейчас мы будем их загонять метлой Секундочку, ребятки Вот, я думаю, вам немножко видно, да? Сейчас постараемся Загнать Мама 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 пацки по заходили зашли 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 домой зашли заходи стоим стоим детвора стоим вот здесь вот есть такой шпингалет ребят и на этом отсоединение поросят от мамки заканчиваем вот есть такой шпингалет после ну то есть она не поднимет дверки даже если будет стараться ну и на этом все а дальше мы делаем вот так о испугались винт с той стороны вот это ужас испытали поросятки вьетнамские дверь дверь открылась дверь открылась оттуда откуда не не ожидали ее увидеть вот так все продолжаем продолжаем муровать мамку все 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 успокаивайся успокаивайся вот так вот вот ребят я вот так все закручиваю потому что это все делается на ночь она могу поросятов к ней проситься и она будет к ним лезть она выломает дверь перепрыгнуть через верх залезет вот сюда к ним разобьет лампу не дай бог еще что-то там толком убьется понимаете вот это я себя обезопасиваю чтобы не лезть сюда ночью свиноматка на самом деле вы знаете что она немножко чокнута ну в общем поросятки уже осваиваются драки я думаю что все будет нормально вот у них корыто нас налита сыворотка драка драка метла волшебная волшебная метла метла тихо без драк без драк он смотрите 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 маман замуровали демона да все без драк все без драк сейчас выключу свет думаю что все будет нормально одни поросятки прям крупные хорошенькие вот свинка прям хорошенькая еще вот это вот и рыженькая одна хорошая там есть прям очень вот не поймут выход не в ту сторону выход вроде есть а мамки нет что-то непонятное да но освоится ребят полтора месяца это очень уже прямо небольшие так не грести малую вот они прям сейчас начнут орать уже и не понимать что же происходит все 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 демон ты чё такая злобная полтора месяца они тебе уже не нужны что произошло где мамка да выход не в ту сторону где мамка где маман наш ой что такое и притом и сейчас нужно еще вот сюда прикрутить доску потому что и поросята сейчас начнут выпрыгивать вот видите вот этот сейчас ор вот этот и начнется они будут проситься к мамке я вообще всегда поросят продаю прямо из-под свиноматки то есть я о боже я истерика истерика где мамка сейчас начнут сюда вылазить вот такие все все мамка закончилась закончилась мамка закончилась мамка все все страшно страшно ой как страшно и лампу надо выше поднять сейчас будут прыгать еще раз забьют паника паника ой что происходит что происходит ребят ну это это неизбежно вот видите как себя ведут ой 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 да все все во первый пошел все сейчас прибью доску потому что вылазит ну вот так на этом я думаю пора закончить или сейчас прикручу а потом уже закончим все все детки все успокаиваемся ну вот так вот так открутил вот это их кормушечку и прикрутил вот ее вот сюда ну теперь не выпрыгнут не выпрыгнут все все прекращаем прекращаем ну все все боже минуту вы минуту без мамки одну минуту одну минуту без мамки и уже все и уже с ума сходят успокаивайтесь вот видите какая хорошая свинка и вот вот прям золотушечки две буду за ними стыдно как они будут расти поросята не продаются я уже много раз об этом говорил поросятки розовенькие хорошие но все разного размера вот эти ох три вот две рыбки ох боже что они творят что эти лепешки творят глянь 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 вот так в общем я вот эту всю весь балаган заканчиваю потому что это какой-то кошмар всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока и заметьте все поросята ведут себя так когда остаются без мамки так что это нормально ничего с ними не случится это просто испуганы немножко в общем всем пока пока